История уходит в прошлое, а она у нашего города очень богатая и интересная. Ознакомиться с ней сегодня смогли жители города на экскурсии, которую организовали сотрудники Расказовского представительства ТГУ имени Державина. Туристический маршрут был продолжен впервые. Впрочем, профессиональная работа местных краеведов и педагогов заслужила положительные отзывы. Современный облик города Расказово стал уже привычным для всех. Дома, улицы, дороги воспринимаются как должные. А вот каким был наш родной край на начальных этапах жизни или в период промышленного развития, это известно только из исторических документов и сведений краеведов. Чтобы жители города тоже познакомились с фактами из прошлого, Расказовское представительство ТГУ имени Державина совместно с краеведами и специалистами кафедры туризма разработали профессиональный маршрут, в который первыми отправились представители Союза пенсионеров, Общественного совета Расказова и студенты. Итак, улица Пушкина, с которой мы начинаем наш маршрут, это главная Расказовская дорога. По ней проходил почтово-пензенско-саратовский тракт. Развитие села и последующее образование города связано с трудом и деятельностью местных жителей и переселенцев. От их происхождения формировались и названия улиц. Краеведам удалось найти старинные карты, на которых улицы лесной еще не было. На самом деле эта улица возникла в середине 19 века. Первой остановкой экскурсионного автобуса стал Краеведческий музей. Экскурсанты узнали о том, как одевались наши предки, как они работали и как был устроен быт. Здесь специалисты собирают различные предметы, которые напоминают о нашем прошлом. Марина Елютина рассказывала об образовании, религии, о дворянах и их жизни. Знаменательным для нашего города остается наличие множества домов, которые строили знатные люди. Одним из таких было и остается поместье Полторацких. Рассказовские Полторацкие часто звучат в воспоминаниях, связанных с Александром Сергеевичем Пушкиным. Прошлое уходит, и получается так, что об уже ставших историческими памятниках забывают. А ведь они требуют ухода и реставрации. К списку редких и важных объектов относится и дворец Осеева. Туристический маршрут продолжился в направлении поселка Меховая фабрика. Я очень люблю старину. И вот рассказы про эту старину, меня просто, вы знаете, я на высоте. Очень нравится и очень хорошо все это. Давным-давно пора. Вот это сделать экскурсионный маршрут такой, чтобы к нам люди приезжали и смотрели, и знали, что такое рассказы и чем оно славится. Так что очень хорошо. Я вообще-то не рассказовская сама, поэтому для меня это очень и очень приятно. Работа, которую рассказовское представительство и Державенский университет проводил в течение последних полутора лет, наконец-то подошла к своему финалу. И сегодня мы уже можем ту теоретическую часть, которую мы наработали за последние годы, представить на суд наших экскурсантов. Тур, который мы сегодня представляем, называется «Рассказывал прошлое, настоящее и будущее». Но, конечно, мы упор делаем на прошлое. И здесь я хочу сказать, что ТГУ имени Державина смог объединить целую команду, которая работала над подготовкой этой экскурсии. Подобная экскурсия по городу проводится впервые. И она имеет важное значение для современников. Чтобы рассказовцы не забывали прошлое, организаторы планируют вновь отправиться в путешествие по окрестностям и взять с собой всех желающих приобщиться к тайнам прошлого рассказа. Юлия Князева, Алексей Шиповалов, Новости ТВ, Рассказыва.